Новосибирские исследователи устанавливают обстоятельства пожара в Кочаневском районе. Возгорание в частом доме произошло в ночь. На четверг огонь унес жизни троих детей. На месте трагедии побывал Дмитрий Велькевич. Родные погорельцы в шоке. И дети, и взрослые, кажется, до сих пор не осознали, что же все-таки произошло. Дом на улице Северной вспыхнул в первом часу ночи. Внутри находились трое детей. Четырех, шести и шестнадцати лет, а также их бабушка. Мать в это время была на рабочей смене в райцентре. О трагедии она узнала от соседей, которые первыми пытались помочь оказавшимся в ловушке людям. Быстро все произошло. Очень быстро. Увидел в окно, что загорели семки. Пробежал сюда. Выстерклил окно. Стал звать ребятишек. Ответ ничего не услышал. В это же время в соседнее окно показался силуэт. Я порвал креялку. Это оказалась моя мама. Бабушка ребятишек. Я ее вытащил. Сергей сразу же вернулся за детьми. Но в детской комнате их не было. Из-за плотного задымления и высокой температуры искать детей дальше он уже не смог. Их нашли потом, когда пожарные потушили огонь. Вероятно, ребята в дыму пытались найти выход, но погибли так и не дойдя до выхода. Спасенная из огня женщина находится в больнице. По словам родных, у нее ожоги 35% поверхности тела. Причины пожара пока неизвестны. Криминалисты сами не знают, что. У них было две версии. Проводка. Но проводку они сказали, что она медная. Она хорошая проводка была. Либо поджог. Посовещались и решили, что проводка. Так как один к другому сказал, тебе устроят промывание желудка. Ну тогда напишем, что проводка. Они здесь шептались, я слышала. Анастасия утверждает, пожарная часть находится в километре от места трагедии. Но спасатели ехали около 15 минут. Тем временем следователи возбудили уголовное дело. Минтрудасу с развития Новосибирской области окажет помощь семье Погорельцев. Подробнее о трагедии расскажут наши коллеги в программе «Экстренный вызов» сразу после выпуска новостей. Дмитрий Белькевич, Константин Менин. Новости ОТС.